Валентина Мохотина Валентина Мохотина Он придрался к тому, почему Валентина Викторовна подписала. Это ничего не касалось. А по существу вопросов мы никакого не решали. Политический заказ. И все. Властям Франции карагандинцы обратились еще в конце января. Под письмом более 200 подписей почти все члены незарегистрированной народной партии ОЛГА, которую закрыли по решению суда в 2012 году. В своем обращении люди просили высокопоставленных французов воспрепятствовать экстрадиции Мухтара Аблязова в Россию и в Украину. Разумеется, о письме моментально прознали агенты КНБ. И, как всегда, довольно грубо и без церемонов, вторглись в это дело. Тайна переписки в Казахстане ведь тоже из разряда чудес света. Наводить справки. Ну, спрашивают, вы подписывали? Да. Вы состояли раньше в парке? Я говорю, да. Сейчас партия рассталась, и вы, говорите, встречаетесь с Мухотиной. Я говорю, нет, не встречаетесь. Но вы слышали, что произошло? Газету вы читали? Газету не читала, но я слышала. Вы подписывали? Я говорю, подписывала. Подписывала. А как вы, говорите, подписывали? Вот что? Домой приезжали или вы где-то встречались? Я говорю, мы просто случайно встретились в Караганге. Вместо истицы – адвокаты, а на стороне подсудимой Валентины Мохотиной – друзья и коллеги. Люди знают, что абсурдные иски – излюбленные дела казахстанских судов, работающих по команде «Апорт» и «Закарды». По этому поводу хочу сказать, что наша общественная объединение «Шахтерская семья» пришла поддержать морально Валентину Викторовну, потому что знаем ее как друга общественного объединения «Шахтерская семья», как человека честного, порядочного. И то, что сейчас против нее затеяли данный иск, мы считаем, что это абсолютно необоснованно. Ничего не требуя, приняли иск производства и затеяли эту тяжку. Конечно, все это выяснится уже на последнем этапе, но считаю, что всем общественным объединениям, в том числе и общественникам, должны высказать свое мнение по этому поводу, поскольку такое положение вещей в последствии может сказаться на любой организации. Валентина Мохотина, похоже, совершенно не удивлена тому, что и судят по абсурдному обвинению неизвестной ей гражданки. Для властей Казахстана одно только имя – Аблязова сродни красной тряпки для разъяренного быка в лице диктатора Назарбаева. Честно признаться, я даже не понимаю, на каком основании происходят все вот эти вот вещи, все эти иски от неизвестных людей, которые пытаются привлечь меня за оскорбление чести и достоинства и нанесение нравственного и физического вреда. Я не знаю эту женщину, не вижу ее, и, в принципе, наверное, конституционное мое право – это подписывать. Я подписываю, если я подписываю какие-то обращения или письма, я подписываю от своего лица. Возмущает Валентину Мохотину другое, как инкогнито смогла так высоко оценить свой моральный ущерб, ведь порой государственные выплаты пострадавшим от стихийных бедствий в разы меньше. За смерть шахтера, за смерть людей, которые погибли в несчастье в Караганинской области, как ты, там оплачивают за потерю кормильца, как шахтера, от 200-300 тысяч до миллиона. Нам же, Жанн Заковым, почему-то 10 миллионов. Вот эта цифра на Фейсбуке в последнее время всплывает постоянно. Ну, не знаю, может быть, скорее всего, за счет пенсионерки хотят повысить сбор налогов для государства, которые у нас бедные, нищие. Видимо, так. Суд, взяв тайм-аут на несколько дней, постановил частично удовлетворить требования неизвестного истца. Миллионов граждан кинкогнито не видать, но на 50 тысяч тенге Валентине Мохотиной все же придется разориться. Помимо этого, активистку заставили дать опровержение на сайте Мухтара Облязова о том, что она не причастна к письму французским властям. Точку в этом сшитом белыми нитками деле наверняка поставит более высокая инстанция, куда Валентина Мохотина намерена подать апелляцию. Продолжение следует...